Ну что ж, добро пожаловать в новый курс, который называется Профессиональные мелодии в электронной танцевальной музыке Меня зовут Александр Владимиров, я являюсь преподавателем Logic ProHelp И давайте начнем Сейчас я расскажу немного, естественно, теории Я не буду сильно вдаваться в какие-то музыкальные дебри теоретические И мы постараемся как можно быстрее перейти к практическим задачам К практическому применению всего полученного на данном курсе Но для начала нам все-таки нужно определиться с тем Что такое тональности, как они работают и так далее Окей, давайте пойдем с самых азов И вспомним, какие ноты у нас в принципе существуют Мы помним, что у нас есть, как в школе учили, ноты До, ре, ми, фа, соль, ля, си Точно так же эти ноты есть и в Logic, в пианороле Только здесь они обозначаются не русскими Словами Они обозначаются вот такими вот буквенными обозначениями Вот это у нас нота до Вот это у нас нота ре, ми, фа, соль, ля, си И дальше опять идет нота до, которая идет на октаву выше Сразу скажу, что нота с, нота до, она на любой октаве Хоть на третьей, хоть на четвертой, хоть на восьмой Она будет все равно нотой с, нотой до без вариантов Поэтому мы не смотрим, скажем так, на цифру, мы смотрим именно на букву Окей, я надеюсь, это понятно То есть дальше у нас все будет повторяться Возникает вопрос, почему здесь, почему здесь я пропустил вот эти вот черные клавиши Суть в том, что это у нас диезы Давайте покажу, как они устроены Значит, у них нету какого-то отдельного названия Ну, если это нота до, нота с, то это у нас будет нота с диез И вот эта вот решетка, это по большому счету обозначение диеза То есть у нас это нота с диез, либо до диез Несложно догадаться, что вот эта нота, это будет нота д диез Либо нота ре диез Это нота фа диез, нота ф диез Джи диез, соль диез А диез, ля диез И, в принципе, все У некоторых нот, например, у ноты е, у нее как бы диеза нет Ну, можно, конечно, назвать, что вот эта нота, это и есть диез Но это будет запутанно и, может быть, даже не совсем правильно Поэтому проще запомнить, что там, где мы видим решетку, это у нас диез И таким способом у нас вырисовывается 12 нот 7 белых и 5 черных Черные клавиши, они такие же равноправные члены нотного ряда, как и белые клавиши Поэтому мы их тоже используем Но для упрощения жизни пока что мы будем применять только белые И дальше я покажу, как с этим можно работать дальше Окей, давайте сейчас все это уберем И мы выяснили, да, что у нас всего нот 12 5 черных, 7 белых Кстати, чтобы они показывались, потому что, возможно, у вас сначала они показываться не будут Нужно зайти в View и выбрать Note Labels Видите, потому что если я убираю, то этой функции нету И это не очень удобно А так у нас, конечно, будет гораздо все более так визуально отображено Окей, с этим мы разобрались Что дальше? Когда мы пишем трек, то на самом-то деле мы используем не все 12 клавиш Мы используем только 7 клавиш, которые входят в определенную тональность Тональность — это некие условия, в рамках которых мы создаем трек И абсолютно любая композиция электронной танцевальной музыки и любой другой Она написана в какой-то определенной тональности И если мы зайдем на тот же самый битпорт, например, где продается почти вся электронная танцевальная музыка То можем зайти вот в абсолютно любой трек, вот самый продаваемый сейчас на битпорте Трек мы заходим и мы видим Key Это некая тональность, в которой этот трек написан Тональности бывают мажорные и минорные Это то, что мы тоже помним со школы Давайте теперь разберем, как со всем этим быть Давайте рассмотрим две основных тональности Это А минор и С мажор Значит, А минор, А минор — это тональность, в которой все белые клавиши Давайте построим ее Вот у нас идет нота А Дальше у нас будет вот так вот То есть вот это у нас тональность А минор В ней все клавиши белые Вот их 7 штук здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Есть еще родственная ей тональность С мажор С мажор, она, в принципе, тоже имеет все белые клавиши И если ее построить, она будет выглядеть вот так Вот мы видим, здесь тоже 7 клавиш Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Это у нас С мажор Теперь возникает вопрос Как мне сделать из всего этого добра Вот эту вот тональность, например, А диез минор Потому что я хочу узнать, какие ноты использовались в этом ремиксе Делается это очень легко и просто Мы берем и минорную, вот эту вот А минорную тональность Делаем выше Вот так вот, смотрите То есть мы ноту А меняем на ноту А диез Вот так вот И у нас получается некая последовательность И вот именно эти ноты были задействованы в том ремиксе Конечно, там могли задействованы быть и верхние ноты Ну, то есть, допустим, я могу ноту GDS вот этого, да Поставить на октаву выше Для этого я зажимаю Shift и Option И нажимаю стрелочку вверх И она переходит на октаву вверх Как я уже говорил, неважно какая цифра На октаву выше, на октаву ниже Это все равно нота GDS В любом случае Поэтому в этом треке могли использоваться и ноты GDS Третья октава и так далее Но главное, что это была нота GDS Соль диез Окей, с этим, я думаю, более-менее понятно Вы можете еще дополнительно себя проверить С помощью Squale Quantize Здесь вы можете выбрать тот анализ, который вы хотите писать музыку Ну, например, A диез И выбрать минор Обычно мы выбираем натуральный минор Затем выделяем нужные нам клавиши И, в общем-то, здесь уже, поскольку у нас все верно Он ничего не правит Если мы выберем здесь мажор Он, видите, поменял последовательность Но у нас натуральный минор Поэтому мы оставляем те ноты, которые здесь имеются Я надеюсь, здесь более-менее понятно Давайте приведу еще какой-нибудь пример с каким-нибудь другим треком Ну, давайте возьмем второй трек Здесь, например, фа минор Как быть в этом случае? В этом случае мы берем и вот эту вот ноту Ноту A диез минор, которая у нас была Мы меняем на ноту F На ноту фа Все И у нас получается вот еще одна последовательность Мы можем здесь даже выбрать фа минор Натурально Видите, ничего у нас не сдвинулось, все ровно И вот эти вот ноты использовались в том самом треке Как быть в нашем случае? То есть я рекомендую для начала Для начала писать все в тональности Либо А минор на белых клавишах Либо С мажор Чем они отличаются, эти тональности Если все ноты одинаковые Может возникнуть справедливый вопрос Отличаются они тем, что тоника А именно самая нижняя и самая фундаментальная нота У этих нот будет разной И если здесь у нас Скорее всего будет начинаться бас с ноты А В этой тональности, то в тональности С мажор Скорее всего бас мы будем начинать с ноты С Это небольшие такие нюансы Но тем не менее они имеют место быть Поэтому самый простой вариант Это сначала начать делать всю композицию На белых клавишах Начиная с ноты А либо с ноты С И избрав тем самым Либо минорную тональность, либо мажорную И дальше уже это все немного править Как-то вверх-вниз Но давайте поясню, как это работает И на конкретных примерах Окей, давайте писать в тональности А минор Сейчас все это удалю Мы помним, что у нас только белые клавиши И давайте создадим какую-то прогрессию аккордов То есть нам нужно сделать какие-то трезвучия Как они создаются? Для начала нам необходимо определиться Что такое тонны и полутоны Один полутон это расстояние От одной ноты до другой в один шаг То есть вот если я так и сделаю То это расстояние в один полутон Давайте вот так вот поставлю сюда Чтобы было наглядно видно Это один полутон Соответственно столько Это два полутона Три полутона Четыре полутона и так далее Теперь важный момент Давайте потренируемся Я надеюсь, это все ясно Теперь давайте я поставлю случайным образом Какие-то нотки И вы скажете Прямо действительно поставьте видео на паузу И скажите Сколько полутонов расстояния между этими нотами Вот, допустим, здесь Какое расстояние здесь в полутонах? Я надеюсь, вы действительно поставили на паузу Сказали некое число И давайте проверим, верно ли оно Начинаем считать Раз, два, три, четыре, пять Пять полутонов здесь Если вы назвали пять, то все верно Если нет, то еще раз Мы как бы стоим на этой ноте И как бы делаем раз шаг, два шага Три, четыре, пять шагов Чтобы очутиться здесь Все, я думаю, предельно просто Давайте еще потренируемся Сколько здесь полутонов? Окей, давайте считать Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть полутонов Либо Либо Три тона То есть у нас есть тонны И есть полутоны Мы можем измерять как в полутонах Semitones по-английски Либо tons Это Тонны, да, непосредственно И Это либо шесть полутонов Либо три тона Если бы у нас было два, например, с половиной Тона То это пять полутонов То есть здесь, я думаю, все предельно ясно Мы количество полутонов делим на два И получаем количество тонов Как это работает в нашем случае? Смотрите, если мы хотим сделать аккорд Какой-либо Например, от ноты А мы хотим сделать аккорд Аккорды тоже бывают мажорные Либо минорные Здесь все несложно Если мы хотим построить аккорд мажорный То нам необходимо посчитать сначала вверх Четыре полутона А дальше еще три Давайте сделаем это Мы от ноты А Отсчитываем Раз, два, три, четыре полутона Видите, да? И еще три Раз, два, три Все Раз, два, три, четыре Раз, два, три Это у нас аккорд мажорный Теперь, если мы постараемся сделать то же самое Только в миноре То есть минорную Да, минорный аккорд То здесь будет немного наоборот Будет сначала три полутона Потом четыре То есть вот так вот Раз, два, три Раз, два, три, четыре Как мы видим Отличие только вот в этой ноте Верхняя нота Она всегда будет одинаковая Объяснение очень простое Потому что Три плюс четыре И четыре плюс три Все равно дает семь Поэтому здесь у нас расстояние Всегда раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Полутонов между вот этой нотой И вот этой вот нотой Соответственно Звучать они будут вот так Давайте послушаем их Да, чуть-чуть по-разному И здесь возникает вопрос Какой аккорд мы можем здесь использовать? Справедливости ради Надо сказать, что Мы ведь условились Да, с вами в начале Что мы пишем в тональности А минор В тональности А минор У нас только белые клавиши У нас нету Черных клавиш У нас нет диезов Тем самым здесь Мы не можем использовать Мажорный аккорд Можем использовать аккорд Только минорный Почему? Ну просто потому что Тональность нам не позволяет Тональность это условия Которые мы должны соблюдать При написании композиции Все Значит здесь мы не можем Использовать этот аккорд Но можем использовать минорный аккорд Поэтому Оставляем вот так вот И удаляем Окей Что дальше? Как нам построить Аккордовую прогрессию? Аккордовая прогрессия Это некая последовательность Аккордов Друг за другом То есть у нас есть этот аккорд И мы можем построить Еще аккорды Да, какие-то Давайте я расскажу Как это работает Для этого нам потребуется Такой сайт Хуктеври Очень удобный Классный сайт Ссылки на него Будут приложены К этому курсу В доп. материалах И здесь у нас есть Список популярных Аккордовых прогрессий То есть последовательность Неких аккордов Как нам с этим делом быть? Очень легко и просто Даже если мы не знаем Что такое ступени Мы пока не будем Это изучать Давайте я расскажу Как это работает Смотрите Мы пишем в тональности А минор Нам нужно задать условия Нам нужно задать условия В какой тональности мы пишем Мы пишем в тональности А минор Выбираем А И выбираем Scale минор Майнер Окей Теперь что дальше Мы видим Что у нас сначала Сначала должен быть Аккорд А минор А минор Давайте проверим Так ли это У нас аккорд А минор Раз, два, три Раз, два, три, четыре Все верно Абсолютно верно Так оно и есть Дальше у нас должен быть Аккорд Е минор Как мы строим Е минорный аккорд? Абсолютно легко и просто Мы находим ноту Е Вот она И мы начинаем строить Точно такой же аккорд Также три и четыре То есть Раз, два, три Раз, два, три, четыре Все Легко Просто элементарно Дальше У нас идет аккорд Ф Если у нас ничего не подписано Нету приставки М Вот этого окончания вернее То это значит мажор То есть у нас Фа мажор аккорд Для этого мы находим ноту Ф Вот она у нас И строим мажорный аккорд Раз, два, три, четыре Раз, два, три Все Мы построили аккорд мажорный И теперь напоследок Давайте Что у нас тут еще? Д минор Отлично Д минор Находим ноту Д Она у нас Вот она И строим минорный аккорд Здесь у нас вот так вот Раз, два, три Раз, два, три, четыре Все Все клавиши белые Все очень легко Удобно Просто Наглядно И у нас получилась Некая аккордовая прогрессия И мы можем ее прослушать Давайте Сначала Уже звучит в принципе неплохо В чем смысл? Смысл в том, что эти аккордовые прогрессии Уже себя зарекомендовали И использовались в огромном количестве Композиции И в электронно-танцевальной музыке Это тоже может работать Теперь Если мы хотим Например Поменять Вот эту вот тональность Сделать транспонирование И например Поработать в другой тональности Ну скажем Мне не нравится Как это звучит Я хочу например Попробовать в тональности Фа минор Как мы это делаем? Мы берем И ноту А Меняем на ноту Ф Как я и показывал И у нас получается Видите Некий Другой какой-то Вообще совершенно Другие ноты Вообще все по-другому Другое звучание Здесь звучит низковато Но тем не менее Все То есть мы создали Некую Такую прогрессию В тональности Фа минор Мы можем себя проверить Например Мы можем выбрать Здесь ноту Ф Ноту Ф И сверить Действительно ли все Мы верно сделали Смотрите Фа минор Здесь у нас должен быть Фа минор Так действительно Второй аккорд С минор С минор Все верно Д бемоль Это Смотрите Такая штука То есть бемоль У нас Это понижение На полтона вниз То есть диез у нас Это повышение На полтона вверх Потому что видите Да вот если у нас Нота С диез То это значит Мы как бы ноту С Повысили на полтона вверх Поэтому вот эта теория С тонами и полутонами Она важна И без нее никак А бемоль Это понижение На полтона вниз То есть если мы берем Ноту Д И называем ее бемолем То у нас будет понижение На полтона вниз И получается как бы С диез То есть у нас У ноты С диез Есть два названия Это С диез Либо Д бемоль И в данном случае Мы видим Д бемоль Все И Б бемоль минор Давайте сверим Б Нота Б у нас Вот бемоль Вот она Б бемоль минор Все У нас все совпадает Вот у нас получилась Некая аккордовая прогрессия Все Очень легко Очень просто Мы сейчас сделали Аккордовую прогрессию В тональности Фа Минор Все Естественно Это то Что мы можем использовать Как некая основа Нашей аккордовой прогрессии И мы можем делать Какие манипуляции Как я уже говорил Любая нота Она что на октаву выше Что на октаву ниже Она остается той же самой нотой То есть у нас нота G диез Что первая октава Что вторая Что третья Будет также оставаться G диез Поэтому я абсолютно легко И просто могу Любые эти ноты Делать выше Ниже на октаву Для этого я зажимаю Shift и Option И нажимаю Стрелочку вверх Либо стрелочку вниз Смотря куда я хочу Отправить Эти самые ноты И вот таким вот образом Мы можем абсолютно легко И безболезненно Брать и делать Так называемое Обращение аккордов То есть любые ноты Делать выше Ниже на октаву Например Мне изначально Мне изначально не очень нравилось Что вот этот аккорд Звучал как-то низковато Поэтому я решил Сделать его чуть повыше Ну давайте послушаем Что получилось Приятней Еще лучше Да, мне нравится Так звучит лучше Все Мы могли бы вот эту ноту Например сделать На октаву выше Либо любую другую ноту На октаву ниже Это не имеет Никакого значения Ну я имею ввиду С точки зрения музыкальной теории Здесь вы уже работаете Исключительно на слух Да Можно сделать такую Очень крутую манипуляцию Смотрите Я беру И просто эту аккордовую прогрессию Продляю далее Вот так вот И затем я копирую Все то же самое Что уже есть Но например Вот эту вот часть Вот эту последнюю Я меняю И делаю ее На октаву вверх То есть понимаете У нас как бы Как бы увеличилась Двое длительность Этой аккордовой прогрессии Но у нас изменения Только вот здесь в конце Если это послушать В общем То получается весьма неплохо Все Мы создали аккордовую прогрессию Возникает вопрос Возникает вопрос Справедливый Это мне что Нужно обязательно Зайти на этот сайт И вот это вот все Скопировать Это же неинтересно А где творчество Я скажу так Смотрите, ребят Вы можете, конечно Все делать самостоятельно На слух Это всегда можно делать То есть тут Как бы никто не запрещает Да И Это элемент творчества Но Скорее всего Скорее всего Вы придете к тому же К чему пришли уже Много лет назад Другие музыканты То есть вы Скорее всего Сами того не подозревая Будете использовать Какую-нибудь Аккордовую прогрессию Которая здесь уже есть То есть вы вроде Создаете Аккордовую прогрессию На слух И понимаете Что Ага Оказывается Это вы использовали Вот эту вот Версию Вот эту аккордовую прогрессию И возникает вопрос То есть если вы хотите Пойти по сложному пути Окей Но я вам хочу дать Именно простой путь Того как вы можете Создавать Аккордовую прогрессию Очень легко Быстро И просто Все Элементарно Соответственно Вот так вот это Можно использовать То есть вот эти вот Уже заранее известные Аккордовые прогрессии Которые применялись В большом количестве Популярных треков И Электронно-танцевальной музыки И Такой Откровенно Поп-музыки Окей Здесь я думаю Все предельно ясно Также есть еще один Способ Который вы тоже можете Использовать Это специальный конструктор Таких Аккордов Которые тоже есть На этом сайте Hook Theory Вот такой вот конструктор Здесь мы выбираем Тональность Которую мы будем писать Ну например Выбираем тот же самый F И мы выбираем Любой аккорд Какой хотим Ну давайте возьмем F Раз тональность у нас F Окей Мы выбираем F Это у нас будет аккорд F Мажор Напомню Если ничего не подписано Не подписано M В конце То это значит Аккорд мажорный Поэтому давайте здесь Делаем мажорный аккорд От ноты F То есть мы берем Ставим Ноту F Делаем мажорный аккорд Раз Два Три Четыре Раз Два Три Все У нас получился Некий аккорд Дальше Мы следуем Вот такой вот статистике Какие аккорды Идут следом Самый популярный вариант Это аккорд От ноты C Давайте послушаем Как это будет звучать Я ставлю ноту C Например Вот так вот И Тоже Ставлю мажорный аккорд Раз Два Три Четыре Раз Два Три Давайте послушаем Как это звучит Сейчас Секунду Так Допустим Мне не очень нравится Потому что Ну как-то мы уже Использовали такой прием Давайте пойдем В B Бемоль Это второй по популярности Вариант То есть Как-то поинтереснее Чтобы это было Кроме того У нас здесь тоже мажор То есть B Бемоль Напомню B бемоль Мы находим ноту B И Ставим ее на полтона вниз Значит у нас будет здесь аккорд А диез Что я делаю Я просто все это смещаю вниз Потому что у нас же Это тоже мажорный аккорд И так же остается Раз Два Три Четыре Раз Два Три Все Теперь слушаем Мне кажется так интересней Ну то есть как-то Не так обычно может быть Выбираем его И теперь Что у нас идет дальше Дальше у нас На самом деле Очень часто Уходит либо обратно В аккорд От ноты F Но это как-то скучно Потому что мы с него начали Давайте перейдем В ноту C C мажор Окей Сделаем это И вот так вот Отлично Мне нравится И теперь Когда я выбираю ноту C Мы выбираем еще какой-то аккорд Их не обязательно должно быть четыре Их может быть больше Их может быть меньше Этих аккордов Но как правило Четыре аккорда Это самая вот типичная Штука Которая используется Наиболее часто И дальше мы опять Уходим в ноту F Но опять же Это очень скучно Потому что у нас нота F Уже есть Давайте в D минор Уйдем То есть я нахожу ноту D И здесь выбираю Минорный аккорд Раз Два Три Раз Два Три Четыре Слушаем Но кстати Звучит так себе Надо сказать Давайте подумаем Какие у нас еще есть варианты Давайте уйдем в F Например Все-таки Мне кажется Здесь Это может быть Имеет смысл Но Тогда лучше поступить Следующим образом Можно например Оставить три только аккорда И скажем Какой-то из них продлить Например Почему бы не сделать Вот так Здесь уже можно поиграться С ритмом Нам никто это не запрещает Делать Мы можем Скажем Укоротить Все это дело Например Вот так вот Как вариант Почему нет Допустим Сделать Всю эту прогрессию Покороче В целом Вот таким вот образом Здесь уже идет Эксперимент Можно сделать Как-то поинтереснее Например Что-то типа такого Прям совсем неровно Да Вот кстати Вот так вот Можно попробовать Здесь мы копируем Как и предполагается Ноту F Вот допустим Мне очень нравится Тоже что как-то Это низковато Все звучит Можем проделать Ту же манипуляцию Сделать здесь Допустим На пару Пару нот На октаву Выше Либо Например Вот так Вот сделать Как вариант Здесь можно Вот так Вот сделать Да Здесь интереснее Как-то вот так Вот То есть Тут уже идут Эксперименты Иными словами Мы можем Абсолютно легко Абсолютно Просто Создавать Какие-то Аккорды Аккордовые прогрессии Вот эти вот методики Вот эти методики Поэтому давайте Подытожим Что мы делаем Мы выбираем Какую-то Прогрессию Которая вам нравится Вы можете Сразу послушать Здесь Например Вам она понравилась Да Вы послушали Вау Круто Классно Все Вы берете И используете Если пока Как-то сложновато Даже вот Вы смотрите На это все И как-то Совсем все Туго То вы можете Пойти Таким читерским Способом Можете Нажать Пиано И здесь У нас Показывается Прямо Реально Тот аккорд Который Вам необходим То есть Мы нажимаем Сюда Вот он Показывается Аккорд Нажимаем Сюда Здесь Другой Аккорд И так далее Тем самым Все что вам Нужно Это просто Скопировать Вот эти все Вещи Туда В свой Проект В Logic Все Очень легко Вы можете Увидеть Что некоторые Ноты Дублируются И это нормально Потому что Многие ноты Мы можем В аккордах Копировать На октаву Выше На октаву Ниже Можем Не только Перетаскивать Но еще И делать Копии Что мы Здесь И видим То есть У нас Нота Ф Здесь Является Дублем Есть Нота G Нота Соль Здесь Нота С Нота Д Здесь Например Нота Тоже G Она является Дублем Для Ну собственно Вот В этом Аккорде И это Делает Звук Более Насыщенным Более Богатым И когда Вы берете Вот эту Аккордовую Прогрессию В качестве Некой Основы Некого Фундамента Вам гораздо Проще Становится В дальнейшем Работать Над Позицией И над Созданием Своей Аккордовой Прогрессии Поэтому Вот так Вот это Работает И теперь Ваше Задание После Этого Урока Вводного Вам необходимо Создать Свою Аккордовую Прогрессию Возьмите Обычное Пианино И создайте Некую Аккордовую Прогрессию Можете Менять Ритмический Рисунок Как я Делал Здесь То есть Чтобы У вас Менялось Не каждый Один Такт Например Прогрессия И менялся Аккорд Каждый Один Такт Можете Сделать Как-то Более Интересным Способом Чтобы Они Где-то Повторялись То есть Здесь Уже Идут Эксперименты И Это То Домашнее Задание Которое Вам